Специалисты ботанического сада КФУ провели эксперимент, попробовали одолеть калифорнийского мученистого червеца с помощью полезного насекомого золотоглазки. В декабре 2018 года они занесли золотоглазку в оранжереях тропических растений ботанического сада и стали наблюдать, сможет ли она одолеть калифорнийского мученистого червеца. Подробности эксперимента в следующем сюжете. Ботанический сад КФУ – один из немногих зеленых островков в городском асфальтовом океане Казани. Но даже столь оберегаемые растения там не застрахованы от воздействия вредоносных насекомых. Все иноземные растения имеют на себе, на своей органической поверхности большое количество насекомых, которые мы даже не замечаем. Таким образом у нас в оранжере попал экзотический паразит, который у нас стал растеляться. К сожалению, вместе с этими уникальными растениями находят себе место многие насекомые вредители. Если мы посмотрим на эти листья, то здесь большое количество таких паразитов, как мучнистый червец. Это экзотическое такое насекомое, близкая родственница всем известной щитовки, которая попадает у нас в дома и с комнатными растениями. И бороться с таким, так сказать, паразитом очень тяжело. И если каждый любитель растений привык травить вредители химии, то сотрудники Ботанического сада Казанского федерального университета решили провести биологический эксперимент с помощью личинок золотоглазки. Среди обычных таких экзотов у нас есть еще экзотические плодовые растения, которые, соответственно, поставляют нам плоды. Какие-то фрукты очень приятно вкушать, которые выросли у нас, допустим, на грядках собственного производства. Поэтому было принято решение перейти на биологический метод. Для нашей станции защиты растений, конечно, это новое такое веяние. Дело в том, что в наших открытых местах такое насекомое не наблюдается. Именно золотоглазки были первыми полезными насекомыми, которых в больших количествах разводили для защиты тепличных растений от вредителей. Дело в том, что сама золотоглазка – это бабочка, которая питается нектаром, и ничего она не делает с этим насекомым, то есть не борется с ним. А вот личинки этого насекомого как раз и являются такими ярыми хищниками, которые прям пожирают все, что шевелится. Из-за того, что в борьбе с вредителем не применяются химические вещества, эксперимент сотрудников ботанического сада Казанского федерального университета продлится еще год. Золотоглазки нужно пройти полный цикл возрождения. Диана Шилова, Радик Загидулин, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюз.